Библейский портал экзегет.ру представляет Глава Бога, который все про него знает, который от его имени фактически вещает. И в предыдущей главе началась сцена бури, где он говорит, вот посмотри на эту бурю, она открывает нам величие Бога. А в 37-й он продолжает описывать эту бурю. И тогда трепещет мое сердце, выпрыгнуть из груди готово. Слушайте, слушайте громовой его голос, раскаты из уст его исходят, во всем поднебесии раздаются, молнии краев земли достигают. И вот его голос гремит во всем великолепии, грохочет. Не сдерживает он свой голос, все его слышат. Чудесен гром, голос Бога. Велики дела его непостижимы. Снегу, скажет он, поди на землю, струем дождевым сильнее лейтесь. Печать это на руке любого человека, чтобы знал его деяние каждый. Ну то есть дождь и снег вот на нашу руку выпадают. Мы видим, как Бог велик в бурю, в шторм, в метель. И в норах тогда скрываются звери в логовах своих ложатся. Из потайных палат выходит буря, буйные ветри приносят холод. Божье дуновение рождает лед, сковывая разлившиеся воды. Наполняет он влагой облака и молнией пронзает тучи. Кружатся они, меняют облик воли его, исполняя. И творят, что он повелит по всему земному кругу, приносит на землю Божью то кару, то милость. Вот Ирегу уже запел, как поэт, великий гимн Богу, непостижимому, великому, всемогущему. А у Иова-то одна проблема. Несправедливому, говорит Иов, Ирегу не находит, что ему на это ответить. Кроме как повторить, повторить, повторить. Вот эта 37 глава, это великолепный гимн Богу грозы. Есть такое представление, что изначально израильтяне не очень разбирались в богословии. И вот такие самые древние израильтяне считали своего Господа Богом гор, Богом грома, Богом чего-то еще. Вот такое ощущение, что Ирегу недалеко от них ушел. Вот для него это Бог, который налетает в вихре, в буре, в грозе и проявляет себя вот таким вот образом. И, в общем, бессмысленно спрашивать, что где тут справедливость. И творят, что он повелит по всему земному кругу, принося на землю Божью то кару, то милость. Вот по какому признаку, по каким принципам, где тут справедливость? Да непонятно. Вот то кару, то милость. А ты просто принимай это и все. Остановись, послушай, Иов, о Божьих чудесах поразмыслив. Знаешь ли, как он ими правит, как озаряет молнию и тучу? Знаешь ли, как подвешены облака, совершенные его знания, дела чудесны? Вот здесь начинается та тема, которая дальше в следующей главе будет очень ясно продолжена. Это тема о непостижимости, непредсказуемости и величии Бога. Сам Господь заговорит с Иовом об этом. Но обратим внимание, что для Ирегу это, в общем, такая все-таки некоторая абстракция. И для Ирегу это разговорная тема, что ты все равно этого не понимаешь. Душно тебе в твоих одеждах, когда замирает земля под южным ветром. А можешь ли, как он, выковать небеса, крепкие, как зеркало? Вот здесь представление о том, что небо – это такой свод. Причем зеркала делались из металла. И, соответственно, небо тоже понимается как подобный металлическому куполу свод. И ты не можешь этого повторить. Научи нас, что ему сказать. Мы не готовы, и тьма вокруг. Возвестит ли, что я буду с ним говорить? Но кто с ним заговорит, погибнет. Невозможно глядеть на свет, который сияет через облака, когда разгонит их ветер. Золото с Цафона грядет, Божье величие устрашает. Цафон – гора к северу от Израиля, которая воспринималась в древности народами как такой олимп, место обитания богов. И вот оттуда грядет золото, вот какие-то такие просветы солнца в грозовых тучах или молнии. Вот шествие Бога, как такое пришествие грозы. Золото с Цафона грядет, Божье величие устрашает. Всесильный для нас непостижим. Мощью и справедливостью он славен. Велика его праведность. Угнетать он не станет. А потому бойтесь его, люди. Не посмотрит он на всю вашу мудрость. Вот закончились речи Льву. И очень так непонятно, почему бы Иова на них не ответит. Почему бы друзьям не сказать, как они к ним отнеслись. Но я еще раз повторю, что с моей точки зрения, это комментарии на разговор Иова с друзьями, дописаны позже, чем основная часть книги. Но дело даже не только в этом. Все-таки из речей Льву они какие-то самодостаточные. В них как-то не очень даже понятно, куда и где можно воткнуться. Потому что он просто вот вещает, вещает, вещает. Ну, провещал это и все. А что вот с этим делать дальше? Вот как с этим жить? Куча правильных слов, куча правильных наставлений. А практика остается как бы вне всего этого. А где тут вот то, за что можно зацепиться, где тут то, чем можно изменить свою жизнь, так и остается непонятно. А в 38 главе Иоу явится Господь и вроде бы начнет говорить вещи очень похожие на то, что говорил Олегу. Но как-то по-другому. Вот это увидим. Субтитры создавал DimaTorzok